Всем привет дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть черепашки ниндзя легенды. Отправляемся сразу в магазин и открываем бесплатно колоду. И у нас там пиццелиции. Ну да, так оно и есть, отлично. Давайте зайдем в задание, выберем реворд, поднять уровень персонажа любого. Сейчас мы это с вами сделаем. Ух ты, а вот это надо поменять срочно. Уровень персонажа, ну давайте предположим это будет даже Донателло. Фиг с ним. Ой, погоди, не то, не то нажал. Где это у нас Донателло? Давай, мы тебе уровень поднимем. Отлично, у нас 18 тысяч мутагена, кстати. Я могу даже каким-то своим взрослым персонажем поднять левел. Леонардо, интересно, сможет? Нет, тут нужно 19 тысяч, а у нас 18. Ладно, хорошо, мы с вами еще немножко подкопим, а потом, наверное, поднимем все-таки левел именно Леонардо. Так, пройти серию испытаний. Так, ну что ж, давай пройдем. Начнем вот, пожалуй, вот отсюда. Ой-ой-ой, а у меня Рафаэль, оказывается, погиб. А я и не заметил, надо будет это сбросить по-быренькому это все дело. Так, ну что же, приступим. Не будем, как говорится, мелочиться здесь. Нам нужно сразу пауку со-накрыть. Ага, накрыли, аж два раза. Блин, а у нас очень мало здоровья, кстати, я вам скажу, у персонажа. Вертушку я не буду пока применять, давай вот так вот сделаем. Вообще, надо было хильнуться. По большому счету. Что-то я как-то не подумал. Сейчас, наверное, с ней... Нет. Я думал, сейчас Рокзара будут бомбить, но почему-то не стали. По непонятным мне причинам. Ай, тихо. Не, давай-ка вот так вот захиляемся, ну его нафиг. Отлично. Правда, Рокзару это особо сильно не помогло. У него как было мало здоровья, почему-то так и осталось. И здесь у нас вся шайка-лейка. Ладно, не будем мелочиться, будем бомбить по-черному их всех. Так, главное, чтобы Леонардо у меня успел сделать, ребят, свою супер-вертушку. Ну-ка, попробуем, прокатит или нет. Упадут? Упали, а остался только Джастин, который... Да, который тоже падает. Ну что же, отлично. Здесь у нас хорошо получилось. Но все равно я буду сбрасывать, потому что, ну, дальше там очень тяжело будет. И нет смысла проходить. А, как говорится, в следующем задании сливаться тоже не вариант. Давайте мы это собираем, сбрасываем все. О, Микеланджело и Карайка у нас выпадает. Отлично. Забираем реворд за задание. Сразиться в 10 боях. Ну, это проще всего. Кстати, у нас там, по-моему... О, пицца сегодня есть. Кстати, у меня, по-моему, там скоро кто-то еще откроется. Давайте-ка посмотрим. Да-да-да. Кстати, если мы сейчас с вами найдем 4 ДНК, то нейтрализатор у нас будет проапан. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Так, мы пока мимо. Никакой карточки нам не дали. Да ладно, вы что? Вот это, кстати, ребят, ну это специально уже сделано. Ну, посмотри. Вот, одну дали. Ну и что? И вы хотите сказать, что вот здесь вот я 3 карточки получу? Ага. Так они мне и дадут здесь. Одна есть. Если 3 дадут, это будет просто чудо какое-то. Вторая. Ну, давай, ну. Не подведи. Да, я про СТ. Ну, это, блин. Ну, у меня нет слов просто. Я расстроен. Я расстроен. Ну, что я? Ну, одной карточки не хватает. Блин. Ребят, ну, я не знаю. Я, короче, делаю вот так вот. Да, я 50 долларов отдал. Слушайте, ну, давайте еще тут мне выкрутасы свои показывайте. Хорош уже. Вы что, серьезно, что ли? Эй! Где карточка? Вот она. Фу. Нифига себе, как они стали мне запарывать игру. Ха. Вот, ребятули. Ну, что, я трачу 10 тысяч мутагена, естественно. Ну, вы сами знаете прекрасно. Нейтрализатор-то тоже имбовый чувак со своим гранатометом, или как его там назвать, своей пушкой. В общем, развиваем мы его. Да, он получает у меня пятую звезду. Золотую. Шикарен. Ух ты, а это что такое у него? Хвост-телепорт. Вот, нейтрализатор телепортируется к врагу, поражая его хвостом. Увеличивает силу атаки на 50%. Нифига себе. Слушайте, я что-то не помню этого удара, если честно. Надо будет посмотреть потом. Так, ну что же, я рад, что нейтрализатор у нас стал максимальным. То есть, у нас с вами остается не так уж и много героев, которых мы можем скоро с вами проапать. То есть, обычным путем, я имею в виду. Да, кстати, многие спросили меня, чтобы я Змейка Вьюна проапал. Поэтому давайте, ребят, будем на него искать ДНК. Если ребятули говорят проапать, значит, они знают, что говорят. То есть, играли, наверное, им. И знают, что он прекрасен. Я как бы его на хай, на хай и не видел, на хай-левеле, я имею в виду, с полной прокачкой. Но будем надеяться, что вы правы. Поэтому ищем ДНК. Что-то нам как-то не особо тут. Ага, еще и пицца закончится. Но это не беда, ребят, вы сами прекрасно видели, что у нас есть сегодня задание как раз для пиццы. И мы, естественно, пойдем на него. Это у нас в бой. Вот пицца. Будем с вами быстренько шпилить пиццелицево, да. Ну, сколько тут? Пять боев. Пиццы мы с вами заработаем. Поищем еще немножко ДНК. И, как всегда, ребят, по стандарту пойдем на арену. Сегодня у нас, кстати, событие. Может быть, если хватит сыра, пройдем их оба. Ну, по крайней мере, до предела. То есть серия, я думаю, что сегодня будет длинная. Не какая-то там коротенькая, а довольно длинная. Так, ну что же. Давайте еще один бой. Естественно, ребят, мы будем с вами выбивать всю дурь из этого пиццелицево. Естественно, мы будем забирать в нее всю пиццу, которую он с собой таскает. Чтобы наши черепашки хорошо себя чувствовали. Были сытыми, здоровыми, крепкими и сильными. Так, это был второй у нас только бой. Поэтому нам нужно с вами всего лишь три боя провести. Да, пицца копится. Все хорошо. Вот жалко, что у нас всего лишь 66 мороженого сырного. То есть, если у нас все пойдет хорошо в событиях, то, возможно, даже и не хватит. Понимаете, не хватит. Но, как говорится, не будем сейчас о грустном. Сейчас все-таки пиццелица у нас получает по полной программе звездюли. А мы с вами идем на предпоследие задания. Кстати, возможность, что сегодня мы получим еще и уровень. Есть такая вероятность. Маленькая, но тем не менее есть. Так, первая волна. Первая волна из первой. Так, да хорош ты своими тут бананами бросаться. Ну, на самом деле, это была пицца, но выглядела как банан. Все. Слушайте, ну Лео красавчик. Я его хотел, честно говоря, сегодня прапать. Ну, раз уж нейтрализатор у нас попал под эту касту на подъем апа. Не будем, как говорится, об этом жалеть. Пицелицы, ой, пицелицы. Леонардо у нас всегда успеет прапаться. Это наш фаворит. Вы прекрасно это знаете. И, как говорится, никуда. Главное, чтобы у меня сейчас на лиге не скинули, ребята, опять в самураи. Потому что я на Сёгуне там застрял. И вы прекрасно знаете, что нам нужно как минимум зарабатывать с вами две звезды в Сёгуне. Про три я уже пока молчу вообще. Так, хорошо. Да, смотри, какой крепкий, а, малый. Крепкий малый пицелицы. Не сдается просто так. Ну, все равно мы его наказали. Все, ребятули, пиццу мы с вами отобрали. Вся, что была у пицелицевой. И поэтому, сколько у нас вообще её? Давайте посмотрим. Так, ну что, 125 пицц. Я думаю, что это хорошо. Я надеюсь, мы даже с вами сейчас... Так, где у нас Змейка Вьюн? По-моему, там ещё можно было разочек, да? Ага. Давайте крутанём. И, да, и нас тут побрили, к сожалению. Не дали ничего. Вот жалобы-то, а где? Здесь мы, естественно, с вами обмениваем ДНК Рафаэля. Так, у нас неплохо сюриков. Кстати, 14 тысяч, но я их пока тратить не буду. Пока, ребята. Так, что, у нас задания все выполнены, да? Угу, отлично. Давайте мы с вами перейдём на турнир и посмотрим... Нет, я пока сижу на Лиге Сёгунов. И это хорошо. И давайте-ка мы с вами будем потихонечку здесь уже разруливать ситуацию. Начнём с Яночки. Яночка, здравствуй, дорогая моя. И давай-ка мы... У тебя 52 и 54 уровни. Ты довольно крепкая. Ничего не могу сказать. Но надеюсь, что я окажусь покрепче. Так, 52 уровни. Это вам не шуточки всё-таки. Давайте возьмём нашего нейтрализатора. И каких-нибудь... Ну, слишком слабеньких и маленьких брать уже не стоит. Потому что, поверьте мне, их сразу распишут. Ну, вот так вот с вами. Попробуем разрулить эту ситуацию. О, какая Яночка красивая. Ну что же. Давайте бомбить. И начнёт, конечно же, у нас Леонардо. И начнёт он с Микеланджело. Вертушкой. Посмотрим, как у нас пойдёт дело. Слушайте, ну неплохо. Двоих из пяти мы уже снести. Но... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Как ты слаб у меня, а? Как же ты слаб. Я, ребята... Я рискую хил делать. А я дождусь нейтрализатора, чтобы... Хрен, я его дождусь. Ну, давай попробуем так. Майки, он слабенький. Блин. Ну, атаку... Атаку хотя бы Микеланджело он понизил. Ну-ка, посмотрим, что Шередер сделает. Слушай, неплохо. Неплохо, я вам скажу. И плевок от Бакстера. Мимо. Плевок. Ой, а вот это опасно. Это может сразу убить. Ё-про СТ. Ну, ты посмотри, а. Ну, ты посмотри, что он сделал. Давайте, ребят, посмотрим, что вот это за... Ох, ничего. Нехило. А мне нравится. Хм. А мне нравится. Блин, я, ребят, первый раз видел вот этот вот удар. У нейтрализатора. Когда он выпрыгивает через телепорт и хвостом бьёт. Мне понравилось. Классно. А если ещё и прокачать... Ой, это будет замечательно. Блин, ну, то, что Бакстера мы с вами потеряли. Да, Рокстеди, конечно, тут показал нам свой мастер-класс. Не зря я его боюсь. И он действительно показал, что он может в любую секунду, как говорится, переломить ход бойни этой всей. Ладно. Давайте-ка мы с вами возьмём вот этих вот ребятулик. И я возьму, опять же, Леонардо по откату. И возьмём Эйприл. Возьмём, давайте, Змейка Бьюна. И кого-то ещё одного крепенького. Вот, давайте возьмём Железную Голову. Здесь мы должны выиграть, если, опять же... Понимаете, если бы мы успели в той катке сейчас Нейтрализатора быстрее бы вызвать, то мы бы выиграли бы. Всё зависит здесь. Смотрите, Леонардо бьёт. Но если сейчас Железная Голова профукает своё счастье... А он, наверное, уже профукает, блин. Кто будет ходить сейчас? А, нет. Здесь у нас всё хорошо получается. Всё, мы их роняем. Да, враг падает бездыханно. И мы здесь получаем полный бонус и все звёздочки. То есть, всё идёт хорошо. И я, ребят, хочу дойти до Лиги Сёгунов. Две звезды и там удержаться. Я за всю игру, вот сколько я играю уже, месяца 4 или 5 даже, за всю игру только один раз заходил в Лигу Сёгунов 3 звезды. Это было один раз. Не помню, даже в какой там серии. Но мне понравилось, какие бонусы я там получил. Очень понравилось. Но там никак... Ну, честно говоря, мне там просто повезло. Я уж не знаю, каким там чудом я пробрался. Я заходил в последнюю секунду в бой. А, вот, ребят, я вспомнил. Мне пришлось покупать... Мне пришлось покупать откаты, потому что я уже не успевал победить всех врагов. То есть, у меня закончились очки боёв и закончились герои мои. Мне пришлось покупать откаты. Ну, и очки боёв, откаты. Вот. И за счёт откатов 3 или 4 атаки проводил сам своими мощными игроками. И за счёт того удержался. И на последней минуте я оказался в Лиге Сёгунов 3 звезды. И, как говорится, время прошло. И я автоматически получил весь приз. То есть, если бы это было бы час или два спустя этого, меня, возможно, опять бы сбросили. Потому что весь накал страстей происходит как раз в последние секунды игры. Ну, что же. Что-то мы с вами расфилософствовали. Вот такой вот командой, ребят, я хочу поиграть против вот этих вот ребят. Это у нас Сашка Александр. Привет. И давай попробуем мы сейчас с тобой подраться. Да, конечно, я прекрасно знаю, что это играет за него бот. И я не знаю, есть ли тут такая вероятность поиграть в реале один на один. Ну, как говорится, чтобы он был в игре. Зачем? Вот зачем я сейчас сделал это? Кстати, ёлки-палки, совсем задумался не о том. Это могло быть очень рискованно. Я хотел вообще-то провокацию поставить на Рокзара. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Ну, ага, всё, мы выиграем здесь. Отлично. Слушайте, я просто разговаривался, и надо было Рокзаром-то ставить провокацию. Потому что, ну, вдруг кто-то из них мог сходить. И упал бы у меня здесь кто-нибудь. И опять бы мы с вами не получили бонусы. А так мы с вами попадаем на 23-ю позицию. То есть максимальное количество боёв ещё нужно 2 штуки нам провести, чтобы оказаться в Лиге Сёгнув 2 звезды. И на этот раз я выберу... Слушай, а тут так замачиваю. Давайте возьмём вот этих вот. Они послабее. У них серебряные звёзды. У меня ещё 3 отката. Леонарда, вперёд. Возьмём с вами... Да, придётся нам взять Зека и вот этих вот ребятушек. Блин, я рискую. Ну, фиг с ним. Есть ему тагеноид. Оплошает. А кто это у нас? Зайцев, да? Почему так она называлась? Не знаю. Так, ну что, мы делаем бомбочку. Это, естественно, ребят, бомбочка ещё замедляет их. Ну, не все, конечно, замедлило, но тем не менее. И делаем вертушку от Леонарда. Ой, как хорошо. Ой, как красиво. Чистая победа. И должны сейчас, если не перейти, то где-то на 10-ю, 5-ю позицию точно перебраться с вами. И... На 6-ю. Ну, около того. Это уже прекрасно. Значит, нам остаётся с вами сделать всего лишь один бой. И я возьму Леонарда. Я возьму Рафаэля. Ну, возьму, конечно, этого. Это у нас последний, ребята, бой. Потому что вы видите, что у меня всё. Кончились откатики. И... Я же не буду вот этими ребятами бомбиться против 54-х левелов. Потому что они меня просто там распишут. Да. Поэтому придётся... А вот эти вот очки боёв, ребята, ну, которые я называю откатами, их просто не накопить. Их постоянно ты тратишь. Может быть... Как-нибудь надо попробовать, знаете, что сделать? В принципе, как неплохой вариант. За всё это время подкопить очки, да, ну, вот просто драться, не тратя их. А в конце недели, да, где-то суббота, воскресенье, просто их тратить, все эти очки, что мы с вами накопили, и бомбить их. Может быть, как вариант прокатить. И мы сможем довольно неплохо вырваться. Но это, опять же, всё мои предположения. Да, был последний бой. Мы с вами стопудово сейчас залетаем в Лигу Сёганов. Две звезды. И там, надеюсь, мы продержимся. Достаточно количества времени. Потому что тут ещё работа. Когда я на работе, ребята, меня могут легко скинуть. И я ничего сделать там не могу. У меня там связи, к сожалению, нету. Так, ну что же. Всё, да? Отлично. Ну, а теперь, как я и обещал, мы переходим с вами к испытаниям. И испытания у нас все с нуля. Я их не трогал. Специально для нас, ребят, чтобы мы сегодня поиграли. И у нас здесь Бакстер Стокман. И дают мне... Слушайте, довольно неплохой вариант мне дали, да? 79, 66 и 73 уровень. Ну, и плюс вот этих вот малышей. Ну, докуда мы с вами дойдём? Где-то, наверное, до боя четвёртого. В принципе, было бы неплохо. Я врубаю сразу же здесь, ребят, автобой. Потому что, ну, сами понимаете, здесь нечего тут рассусоливаться. Всё пока на изи. И вторая и третья катка тоже будут на изи. А уже четвёртая, пятая, наверное, придётся нам подключаться самим к бою. И уже разруливать ситуацию. А здесь пока всё великолепно получается. Так, Бакстер у нас тут стоит, ждёт. Он уже валяется. Ну, и этих быстренько мы с вами расписываем. Давай, падай. Отлично. Изи катка. Тут не поспоришь. Три звезды. В общем, всё хорошо. Можем фармить, как говорится, да? При желании. Ну, я думаю, что нет в этом надобности. Бакстер мне как бы не особо нужен. Он, наверное, будет у нас в последнюю очередь идти. Так, ну что же. Приступаем. Тратим 4 сыра. Здесь у нас 20 уровней. Также, ребята, я включаю автобой. Потому что, ну, нет смысла здесь что-то придумывать. Сейчас просто с полтычка они будут их всех бомбить. Вы можете пока сходить налить горячую чаёчку. Взять, я не знаю, пирожков, печенек, конфеток. И садиться смотреть. Потому что сегодня будем мы ещё с вами одно испытание проходить. Так, и у нас... Какая предпоследняя волна? А почему 4 волна уже сразу начинается, а? Что-то как-то быстро. На второй катке уже 4 волна появляется. Интересно. Ладно, давай разруливаем. Ну, и этого тоже, естественно. Всё, ребят. Опять же, изи. Ничего здесь не поделаешь. Так, а мы с вами двигаемся дальше. И посмотрим, кто у нас там будет разыгрываться. Если какой-то персонаж редкий, то, естественно, за него стоит побороться. И, может быть, даже сделать телепорты на то, чтобы его найти. Но в данный момент это не то, что нам нужно. Ни Хан, ни Рахзара мне не нужен. В принципе, здесь... Вот Тигр только. Но я сомневаюсь, что я дойду до Тигра. Уж очень большие сомнения меня в этом плане берут. Поехали. 30 уровни, ребят. Ну, здесь тоже, извините, ну, на автобое. Ну, что я могу поделать? Если бы здесь можно было бы выбирать любой этап сразу же, да? А этапы, которые были до него, сразу же получали бы по 3 звезды. Было бы вообще шикарно. То есть, мне бы не приходилось бы тратить лишнее время. И сразу бы переходил именно к тому бою, который меня интересует. Но, как видите, здесь нельзя так делать. Поэтому приходится всё идти по порядку. Опять же, у нас тут 3 волны почему-то, да? Там было 4, а 5 вернулись на 3 волны. Так, Хан у нас упал. Ну, и эти самураи тоже, естественно, ребята будут падать. Отлично. Отлично. А вы, ребят, пишите, пишите в комментах, какую игру мы так и не определились. Какие игры мы будем с вами снимать. Пожеланий очень было много. Но, опять же, повторю, в связи с тем, что я вышел на работу, отпуск у меня закончился, я не смогу делать обзоры на все эти игры, на предыдущие, которые были. Вот. Так что, пишем. Выбираем 3 конкретные игры. За них голосуем. И уже после этого будем играть именно в них. Потому что, вы не забывайте, что у меня ещё есть второй канал, в который я до сих пор, ребят, я уже, наверное, неделю туда не заходил. Я не могу выложить видосики. Они у меня есть, но я не успеваю просто-напросто выложить. Потому что занят в основном этим каналом. Очень много игрушек. Ещё очень много, ребят, у меня новинок есть, которые вам показать. Но я просто думаю, стоит ли это делать. Очень много там игр хороших, прикольных. Но вот даже не знаю, как мне это всё сделать. Потому что вы любите, так вам покажешь. Вы говорите, давай продолжение, давай продолжение. И волей-неволей хочешь действительно продолжать снимать игру. Так, ну что, давайте раскумарим быстренько. Что вы, Рокзара у... Тихо, Рокзара... А, ну он взял провокацию. В принципе, зря, конечно. У нас здесь какие? Сорок пятый уровень, да? Падает и... Ну... Так, тихо. Я надеюсь, он сейчас баловать не будет здесь у нас. Нет, он просто-напросто не успел. Мы его просто запинали. Ну что же, отлично. Это очень хорошо. Ну и сейчас уже, я так понимаю, будут пятьдесят пятые уровни, да? Так, мы получаем ДНК на Рокзара. И у нас следующий... Это будет разыгрываться Бивом. Угу, поехали. Пятьдесят пятые уровни. Вот здесь уже надо держать ухо востро, потому что... Без потерь может не обойтись. Я имею в виду это нашу Карайку, да? Которую с торгов шестого уровня. Ну и есть вероятность потерять... Нашего... Нашу Карайку-змею. Так, ладно, будем сами рулить здесь. Возможности. Так, давай-ка вот крикнем. Ага, крик не очень хорошо на них действует. Ну да ладно. Мы их так распилим. Бомбани, отлично. Так, вторая волна у нас из четырех. И здесь опять же мутанты-футовцы. Я думаю, что... Хотя ладно, давай. Один удар можно применить. Давай мы сделаем еще вот так вот. Нам нужно наносить как можно больше урона. О! Двойной удар сработал у змеи Карай. Значит, жизнь у нас наладилась. Так, ну что же. Предпоследняя волна. И тут у нас разар. Саблезуб. Короче, мы сделаем так с вами. Погоди-ка, там же еще будет, да? Слушай, тогда нет. Тогда давай просто обычными ударами бомбить его. Я хотел суперударами вначале бомбануть. Но думаю, что оно того не стоит. Мы можем потерять, я еще раз говорю, здесь своих бойцов. Первая это у нас, конечно, Карайка. Подставка. А, нет, все. Уже будет все замечательно, ребят. Если взял провокацию на себя Рафаэль, то никаких шансов ни у кого нет. Хоть закричисти здесь, нам все равно пофиг. Отгребать вы будете по полной программе. Да-да-да-да, конечно, ага. Попрыгульчик тут нашелся. А если я вот так вот? Опа, минус. А если, блин, давай плевок сделаем. Ой, понизили атаку. Хорош, что тут своими лучезарными взглядами распыливаться. Минус. Ну, все, а здесь уже ватники, ребят, остались. Так что, сейчас мы с ними быстренько разберемся. Давай, Раф, добей его. Отлично. Так, четвертая волна. Кто там у нас? Я смотрю, Бакстер там вроде бы, да? И Бакстер и Бибоб. Ладно, все, я применяю, ребят, самые максимальные удары, которые у меня есть. И они должны здесь падать. Ну, отлично. Изи-каточка. Как ни говори. Я даже удивлен, что у нас все остались в живых. Ну, это же за счет того, что Рафаэль взял на себя провокацию. Он молодец, он крут. Бибоб у нас с вами ДНКшка. И мы переходим. Здесь уже Рокстеди будет. 7 сыра я трачу. И 65 уровней у нас здесь, ребята. Да, щекотливая ситуация. Довольно сложная. И, блин, напряжная, если честно. Ладно. Вы смотрите, даже крик уже души. Вот Карайка видно даже, как уже начинает страдать. Просто у нее два удара и... Боюсь, что сейчас она... А. Я думал, что он сейчас это, сделает крик и моя Карайка упадет. Такой шанс мог быть. Угу. Я думаю, что не стоит, ребят, нам тратить суперудары. Пока. Провокацию я тоже не хочу. Если он сейчас ударит... Ну-ка. Ай-яй-яй. Плохо. Хилку тоже не хочу пока тратить, если честно. Лучше я потеряю Карайку. Лучше я потеряю Карай-змею. Но попробую здесь как-то вырулить все-таки ситуацию эту. Кого бомбить? Ну, давай вот этих вот попробуем. А если крикнем? Ой, как хорошо крик-то пробивает их. Но надо... Нам нужно уничтожать футовцев. Как ни крути. А если мы вот так бомбанем? Упадут они или нет? Один упал. Ой, смотри-ка, как замечательно для нас тут все сложилось. Кого он будет бомбить? Ай! Ну да. Да-да-да, ребят. Ну, я не удивлен этому. Рано или поздно она должна была упасть. Ну, это и получилось. Так, а вот здесь уже... Вот здесь уже нужно... Давайте начнем с Рокзара, потому что он стопудово возьмет на себя провокацию. Это я как пить дать говорю вам. Надо его снести. Вот, все, минус. Теперь Хан. Что он делает? Он уничтожает... Ага, даже вот так вот и сделал. Ха. Это для меня какая-то небольшая новость. Я думал, что он будет у нас змею Карай бомбить. Вот, если честно. Но нет, почему-то они все у меня на Рафа прыгают. Что за дела-то, а? В чем проблемы? Я не могу понять. Так, не добили. Тоже не добил. Так, ну-ка, падай. Нормуль. Так, теперь давай, наверное... Слушай, я не буду провокацию. Я не хочу убрать ее сейчас в данный момент, потому что еще один бой у нас там с вами будет. Я, опять же, этому не удивляюсь. Скорая змея упала. И это должно быть так, понимаете, по сюжету. По сюжету она у меня должна... Она даже в планах у меня должна была погибнуть. Так, да что такое-то? Вау. Ничего... Вау. А вот этого у меня в планах не было, ребят. И вот у нас тут... Ох ты. Рокстеди. Бибоб. Слушай, есть вероятность потерять железную голову. Есть очень большая вероятность потерять его. Но только не сегодня. Если, конечно, Рокстеди не применит свой газопламенный удар. А я думаю, он не применит, потому что мы его сейчас уберем, да. Все, отлично, ребят. Железную голову мы с вами спасли. Да, конечно, не три звезды, но все-таки разрули... Да я просто... Ты посмотри, как у него хорошо срабатывает у ворот. Просто отлично срабатывает. Да, не три звезды, а одна всего лишь. Но главное, что мы прошли и получаем с вами это ДНК. Кстати, на Рокстеди. Так. Забираем. Я не знаю, стоит ли вот здесь пробовать. Какие тут у нас уровни? 75-е. Еп, красоты. Ребят, 75-е уровни. Ой-ой-ой. Большой вопрос для меня. Слушайте, я, наверное, не пойду, я не буду рисковать. У нас все-таки 35 сыра и, как говорится, 8 сыра тратить никуда, в пустую неохота. А лучше мы с вами пойдем на следующее испытание, которое называется «Живи долго и играючи». Поэтому давайте жить долго и играть. В принципе, что от нас и требуется. И смотрим, кто нам здесь доступен. Так, нам доступен Зэк, нам доступен Рахзар. Нам доступны все, ребята, высшие слои общества. Точнее, лучшие игроки. Лучшие герои, даже так скажем. Которые у меня только есть. То есть, возможно, мы с вами далеко здесь пойдем. И, естественно, начинаем с автобоя. Так. «Живи долго и играючи», да? Это у нас... Кто тут разыгрывается? Я уж что-то как-то прозевакал. По-моему, в этих у нас Микеланджело должен. В этих катках играться. Так, сейчас я посмотрю, кто здесь будет у нас герой. Так, Розар. Да, скорее всего, Микеланджело. Потому что он у нас там любит в этих всяких... В старые времена. Типа там, где рыцари, скелеты всякие. Ну, типа фэнтезийного мира. Сейчас посмотрим. А, подожди. Здесь, по-моему, даже пиццелицы. Что-то я совсем запутался. Кто у нас тут разыгрывался? А ну-ка. Укус вообще? А, пиццелицы вот где. Я что-то просто в зрительную память просто впал мне этот пиццелицей. Да, ребят. Ну, тут как бы такая солянка у нас получается. Тут у нас хрип сейчас будет. Потом Лео. Лео, кстати, вот этот неплох. В принципе, и Раф тоже этот неплох. Доня вот этот мне желательно бы как-то его получить. Так, ну ладно. Ребят, давайте попробуем пройти как можно дальше по максималочке. Естественно, здесь 25 уровни. И включаем опять же на автобой. Будем бамбахать их. Просто не морщи. Жалко здесь нет, знаете, чего, ускорения. Так бы, опс. Но ускорение на моментальное поставил. Не Х2, а Х6. Чтобы сразу тюк и все. И мы в дамках. Так, едем далее. Так, ну-ка. Ну, Лео упал. Джастин упал. Кирби упал. И люди-гирьбы падают тоже. Отлично. Шикарненько. Так, мы с вами зарабатываем ДНК крипа, да? Кстати, крип... А, нет, пиццелицу. Да что ж такое-то? Крип вот, он только будет. Совсем все попутал, ребят. Все попутал. Невнимательность, рассеянность. Просто бомбит меня по-черному. Честно скажу. Честно скажу. Так, давай бомбим. Бомбим. Тут вот уже бомбим. Тут у нас змеи. Тут у нас... Ой, змеи. О чем я думаю? О какой игре? Какие змеи, блин? У меня и Таур-Конфейс сейчас в голове завис что-то там. И рейд сейчас у меня обдумывается. Кстати, в рейде надо нам, наверное, ребят, дальше проходить, да? По сюжетке. Дарменский лес, пошли. Попали мы с вами в Огри-город. Поэтому я думаю, что сегодня, наверное, сделаю видосик. Мы должны с вами пройти этот Огри-город. И, кстати, еще хотел сказать вам, что у меня появился там новый четырехзвездочный герой. Причем тоже Орг. Так, ну что же. Эпизод четвертый. Поехали, ребята. Тут у нас Леонардо. Разыгрывается враг сорокового уровня. Поэтому я опять же включаю автобой. Потому что, ну, это для нас просто малышня, если честно. Мы можем с вами уже вступать в игру лично. Это когда уже будут 60-е, даже хотя бы 55-е уровни. Да, тогда уже есть вероятность, что мы можем с вами здесь пострадать и надо будет переключаться уже. Ну, а пока, как видите, все отлично и без проблем у нас идет. Так, предпоследняя волна. Ой, Бакстер с удара. Да, ребят, очень хорошо пробиваем. Рокзар, вот зря ты это делаешь. И ни к чему, между прочим, потратил. Ага, у нас здесь крокодил, да, сумасшедший. Который защищает свое, типа, золото. А может быть не свое, ребята. Он, знаете, мы так впечатляем, что мы с вами в каком-то хранилище. В каком-то банке, потому что он спрыгивает с люка, который очень похож на дверь в банк. Так, бумс, отлично, все. Вот этот вот, вот этот вот припадочный его сейчас выступ. Я не знаю, для чего он тут начал по стенкам прыгать. Хотел, наверное, смыться, да? Да не получилось, в силенке его покинули и он упал. Хорошо, ребят, ну уровень действительно уже близок. Ух ты, даже две ДНК мы с вами получили. Это хорошо. И переходим на пятый эпизод с вами. Тут 55 уровни, поехали. Не будем расслабляться. Сейчас я посмотрю, как у нас пойдет каточка на автобое. А там уже решу подключаться мне или они разрулят здесь все сами. Ну, судя по тому, как мы получаем урон, я думаю, даже не стоит тут заморачиваться. Зачем ты сделал, Крис? Ну, елки-палки, зачем ты выпил защитные... Да, е-мое, ну, зэк, вот зачем вы все это делаете? На одного врага, блин, вы тратите свои суперудары. К чему это все делается? Я не понимаю. Блин, взял, вот всю вертушку потратил. Этот еще провокацию делает. Да, ребят. Вот из-за таких вот, кстати, нелепых ситуаций мы можем и проиграть. Всего лишь третья волна, а они уже тут все, что можно, потратили. Ну, благо здесь скелеты обычные трухлявые стоят, с которыми, естественно, мы сейчас справимся. Зачем ты вот это делаешь? Кстати, вот этим вот суперударом, ребят, я вообще практически никогда не пользуюсь. Ну, я имею в виду, который сделал сейчас Рафаэль. Потому что как-то он... Ну, не особо много дамага. Обычный удар наносит больше, мне кажется, повреждений, чем вот этот суперудар. Ну, по крайней мере, он у меня не раскачан. Может быть, при полной раскачке он будет взвертывать. А сейчас пока никакого толка от него нет. Так, вдобьете? Да, не добили. Так, красивый король. Ну, естественно, не пробивает Рахзара. Скелет тут что-то выделывается. Сейчас он упадет. Так, Лео делает удар с разворота. Добили. И остается Микеланджело. Да, он падает. Пробивным ударом Криса он падает. Ну, что же. Мы с вами продвигаемся дальше. И вот теперь уже, наверное, будет опасно. Оу, ребятулечки! И я нас всех поздравляю. Мы с вами зарабатываем 95 уровень. И у нас колодочка. 100 пиццы. Геймпад. 1400 мутагена, 1700 сюрикенов, 10 сыра и бакстерстопа. Я вам скажу, что это хорошо, ребят. Две ДНК Рафаэля Ролевого. А это Рафаэль был, оказывается. Ну, вообще-то, да, Рафаэль, красная повестка. Все правильно я сказал. Так, ну что же. Мне вот этот Микеланджело нужен, ребят. Я давным-давно хочу его проапать, но у меня все как-то не получается. 65 уровень у врага. У нас пока 73, поэтому уже подключаюсь я к этой бойне лично. Лично буду разруливать. Оу. Так. Не упал. А теперь он упал. Давай-ка. Минус. Нет. Слушайте, ну, бомбим мы слабенько, если честно. Смотрите. Так, ну, Рафик-то понятно делает. Так, здесь у нас скелеты и рыцари. Ладно, будем просто их пока так уничтожать. Угу. Уничтожать. Что-то как-то не задалось. Давай вот так вот сделаем. Потому что они атаковать сейчас будут. Раф, ну как же ты не... Ну, Рокзар, а ты? Вот, молодец. Что ты там делаешь? Ого. Массовым ударом решил побаловать. Ладно. Добивочный. Не добили. Вот так вот. Отлично. Так, этого с удара просто снесли. Рокзар, видимо, крут против этих скелетов. Так, у нас третья волна. Вот этого вот грибочка надо сразу уничтожить, честно вам скажу. Будет тут еще баловать нам. Бомбочку я пока придержу. Так, у этого атака понижена. Давай-ка вот этого. Может быть, с удара. Так и есть. Теперь вот этого попробуем. Добиваем. Ну, этого атака снижена. Даже не атака, а меткость. Поэтому я хочу вот этого вот добить. Ой, у обоих мы снизили меткость. Все, мы его добиваем сейчас. Мимо, я же говорил. Потому что меткость у него пониженная. Поэтому он промахивается. И у нас Дони, Паукус и Леонардо. Ну, что ж, давай. Вот теперь можно все свои суперудары применять здесь. Абсолютно все. Так, Донателло мне здесь не нужен. Надо его сносить. Ага, не получилось. Тогда сделаем вертушку. Начнем вот с Лео. Тут упадет сейчас сборчая половина. А может быть, все. Нет, Паукус выстоял. Но это ненадолго, ребята. Да, мы с вами здесь идеальненько прошли. Отлично просто. А вот следующую катку я даже как-то ставлю под большое сомнение. Для себя и для вас. Смогу ли я ее разрулить или нет. Хм. Две ДНК майки мы получаем. Да, хотелось бы, конечно, мне получить ДНК. Какие тут уровни? 75-е. Тут Леонардо, тут Рафик, тут босс будет. Блин, 75-й уровень. В любом случае же, да, ребята, они крепче меня. Семнее. Почти на 5 левелов. Ладно, не будем мы тогда, наверное, с вами здесь суетиться. События мы с вами прошли. Так, здесь у нас ничегошеньки нету в приключениях. Пока тоже кисло. Может быть, попробовать в сюжетке? Мы с вами все равно тут еще... Ага. Вот это вот там у нас не пройдено. Она на 3 звезды. С какого вдруг перепуга, а? С какого вдруг перепуга у нас здесь не пройдено? Давайте-ка его кумарить. Нафиг. Тут же у нас босс, по-моему, да? Сейчас попробуем разрулить все это дело. Я надеюсь, у нас получится. Ай-яй-яй. Маленький Крэнк выжил. Слушайте, тут, по-моему, у нас зэк, да? Бельмо на глазу, который будет нас просирать. Смотри-ка, как они тут жарят. Ох ты. Крепко бомбят, крепко. Ничего не могу сказать. Давайте сделаем с вами дополнительную защиту. И уже будем разбирать их потихонечку. Хм. Так, ну пока они промахиваются. Это хорошо. Они не могут мне пока нанести единичка. О, 214 бомбанул. Так, давай вот с этого, наверное, начнем. Хочется пройти на 3 звезды, ребят. Я вообще обожаю, когда все на 3 звезды. Когда все идеально пройдено. Ой, как хорошо. Сейчас произошло, да? Лео, как говорится, сработал на дружескую помощь для Криса. Так, у нас тут вторая волна. Это предпоследняя. И здесь у нас стрелковые все эти охламоны. Ладно, я попробую вот так вот. Опс, минус. Замечательно. Теперь. Так, это третья волна, да? Теперь не грех поставить и вот это. Это пригодится мне, поверьте. Зачем? Зачем я? Ладно. Черт. Ну, давай так сделаем. Ну, отомсти. Молодец. Так, Рахзара бомбит. А этот сейчас будет стрелять по всем. Слушайте, придется, наверное, нам с вами хил врубать. Хочется, не хочется, придется, ребят. И дальше мы вот этого говнючка добиваем с вами. Пробивной не буду делать. Пробивной не буду делать. Вот хорошо у них взаимопомощь работает. А, здесь, ребят, вот он какой, да? Мехабот, так назовем его. Но помните, да? Он уже жарит не по-детски. Причем, по-моему, будет два раза делать. Тихо ты. Ой-ой-ой-ой-ой. Нет-нет-нет-нет. Давай вот так вот попробуем сделать. Лучше провокацию. Зэка я не должен потерять. Не должен ни в коем случае потерять зэка. Отлично. Отлично. Так. Блин. Замедлить или попробовать заблокировать? Давай замедлить. Прокатит. Прокатило. Замедлялка у нас сработала, ребят. Теперь всеми суперударами, которые только у нас есть, будем его бомбить. Это единственный вариант пройти у нас на три звезды. И пробивной. Ну. Да, ребята. Так и получилось. Мы прошли с вами идеально этот уровень на три звезды. То есть, чистый проход. Вообще замечательный. Слушайте, я теперь спокоен. Моя душа спокойна, что именно этот этап у нас пройден идеально. Еще и бейбоб заработали с вами ДНК. Все ведь чисто, да, ребята? Все вообще охрененно. Фух. И на... Ой. Ой-ой-ой. А тут-то... А тут-то что у нас? Мы на нормале с вами... Погоди-ка, а как это так? На нормале у нас все очень плохо. Хм. Надо исправлять. Ну-ка, давай глянем. Здравствуйте, приплыли. 52-й, 54-й уровень. И у нас... Так хреново... Хреново все пройдено. Да, видимо, до меня никто не проходил. Я здесь даже, ребята, просто автобой сейчас врублю. И смотрите, что сейчас произойдет. Должно быть... По частоку все пройдено. Ну. Так, сколько волны я что-то просмотрел? Ага, три волны. Вообще шикарно. Ребят, Рахзар, да, смотрите, здесь у нас поджидает. Так, минус. Они, кстати, молодцы, что бьют в первую очередь вот эти вот футовцев. Они поганые, поверьте мне. Они очень злые. Особенно, когда делают свой суперудар вертушка. Когда они бьют вот этим вот молотом. Палец этой. Очень много наносит урона. Так, и третья волна. Я, наверное, тут сам, ребят, хочу поиграть. Приступим. Во-первых, давайте поставим защиту. Хотел контратаку, но... Решил почему-то вот так вот. И надо заблокировать спецвозможности у Бивопа. Все, теперь делаем, ребят, провокацию на Рафаэля. И все. Все. Можно просто их разбирать. Ой, вертушка еще. Ёлки-палки. Смотрите, что сейчас будет. Сейчас все упадут. Отлично. А что, а мне нравится, ребят. Мы с вами прошли на три звезды идеально. Видимо, я давненько просто туда не заходил. Так, кто у нас тут? Студенческий билет Эйприл. Ладно, давай вот сюда зайдем. В эпизод 10. И у нас останется только лишь босс. Потому что тут должно быть все идеально. 53-й уровень. Пройдем. Пройдем, как пить дать, я вам говорю. Давай поставим на автобой. Я уже подключусь, наверное, к последней, ребята, бойне. А здесь у нас все будет хорошо. Так. Ну, куда ты? Куда ты, родной тут? Ах, ты смотри-ка. Он мне защиту понизил? Да зачем ты? Ну. Ёлки-палки. Блин. Нет, я буду сам играть. Ну его нафиг. Ты смотри. Он сейчас что сделал? Он потратил бомбочку, ребят. Замедлялочку нашу. Зачем? Для чего? Не понимаю. Как у них тут алгоритм сделан? Так. Поставим-ка мы вот контратаку. На всякий случай лучше. И начнем бомбить. Упал. А ты? Ты выдержал. Давай вот этого проверим. Стоит. Гадет. Почему-то у нас постепенка не вешается. Да? В последнее время очень и очень редко. Так. Нормуль. И что ты? Что ты? Что ты? Что ты? Вообще промазал. Минус. И у нас последние враги. Это у нас Рокстеди. Ну давай начнем с него, пожалуй. Подожди. Я же хотел... Опять, ребята. Не посмотрел, на ком стоит. И нажал на удар. Потому что туда вот так вот. Надо точно убеждаться, что... Стоит на определенном враге. И делаю вертушку. Должны упасть все. По логике вещей. Да? Так оно и есть. И опять же идеально. Три звезды. Ну что, ребята. А теперь мы с вами перейдем, пожалуй, к боссу. Да? Никто не будет против. Чтобы его тоже пройти на три звездочки. Ух. Как говорится, дело принципа. 62 уровень. А вообще какие здесь? Ой, ребятушки. Да я так думаю, что мы сейчас просто засмакуем здесь по полной программе. Хотя радуется-то рано. Давайте посмотрим. Может быть, не все так будет легко и просто, как я рассчитываю. Так, минус. Ну-ка давай. Отлично. Так, хорош тут. Блин, заморозку сделал. Не уронили. Ну. Так, тоже не уронили. Блин. Ага, блокировали спецвозможности у нас. Еще и атаку понизили. На тебе за это. И тебе тоже на. Так, ударим с... Ой, ударим. Убьем с удара. Нет, потому что пониженная атака была. Все, отлично. Так, у нас вторая волна. Да мы справимся и с этой волной. Главное с боссом, ребята. С боссом справиться. Давай просто ударим. Так, и... Когти. Давай когти выпустим. Ну, в принципе, неплохо. Добивочный. Ага. Вот теперь можно контратаку вешать, потому что мы перейдем уже с вами к боссу с контратакой. Это будет хорошо для нас. А, вот это вот плохо. Минус. Так, что ты выделываешься, я не понял. Ну. Все. И босс. Опять же этот хмырь? Хе-хе. Я думал, будет немножко другое. Ладно, сейчас попробуем разобрать. Но в тот раз он довольно неплохо бомбил, если честно. По Рафику, когда нанес удар. Оу. Бо-бо-бо будет. Ребят, давайте так попробуем. Раф. Э-э-э. Раф, Раф, Раф. Давай так попробуем. Свертушки все-таки бомбнуть. Мне нужно провокацию на Рафа сделать. Успеем? Нет? Черт. Я рискую. Давай попробуем так сделать. Е! Я все думал, бомбочку бросить или стрельнуть. Но все-таки выстрел его поразил. А бомбочка могла не поразить. И, как вы понимаете, ребята, полностью на три звезды пройден этот эпизод. Полностью, ребят. Теперь уже, да. Теперь можно к этому даже и не возвращаться. Как вы видите, нормальный уровень пройден полностью. И, опс, секунду. С какого перепуга у нас вот здесь вот? Опять с косичком с каким-то. Это не... Ой. 72-й, 74-й уровень. Ладно. Надо исправлять. Пока есть, ребята, у нас с вами пицца. Мы будем их бомбить. Всех. Налево и направо. Ну, здесь, честно говоря, уже довольно щекотливая ситуация. Потому что уровень все-таки 72-й. Угу. Мы можем здесь отгребсти по полной программе с вами. Они уже тут шутить не будут. Ой-ой-ой. Как они хорошо так бомбят-то, а? Ну, мы-то, конечно, тоже стараемся. Но не дотягиваем по дамагу-то. Так, давайте этих крэнгов. Ай. Даже Рафик не может пробить. Представляете, с удара. Приходит три раза. Три бойца у меня бьют, чтобы убить вражеского крэнга. Так, мне еще заблокировали способность. Нет? Нет, пока нормально. Так, здесь у нас все дроны, да? Дроны, ладно. Мы пока не будем, ребят, с вами делать провокацию. Я не вижу в этом смысла. Мы попробуем вначале вот просто вот так вот раскромсать их здесь. Обычными ударами. Ой. Ё-ё-ё-ё-ёй. Тихо-тихо. Блин. Хорош уже, блин. Все на Криса. Придется хиляться. А что делаешь? Нам ничего не поделать, ребят. Или мы с вами потеряем. Тогда нам фиг, а не три звезды. Вот в чем вся суть. Давай стрельнем просто. Ага. Так. И добивочный. Да ладно, блин. Как так-то? В кого? Опять будет... А, ну вот врафика, врафика бомбите, пожалуйста. Мне не жалко. Вот зэка не трогайте. Зэка, пожалуйста, мне тут не трогайте вообще. Забудьте вообще про него. Так, делаем, ребята, контр-атаку. И... Опс, ударчика. Шикарно. И тут у нас... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Люди-грибы. Это плохо. Это плохо. Надо... Блин, надо... Красные, по-моему, да? Самые такие зловредные. По-моему, красные. О, вертушка есть. Давайте вертушку сделаем. Ну. Вот так вот. Вот так вот, ребята, решаются проблемы. В игре черепашки не телегенды. Ну что же. Оу, достижение я какое-то получил. Элита в измерении Х всегда непривычна. Ну что же. Это точно. Всегда непривычно. Ладно. Это мы с вами прошли. У нас еще... 165... 165 пицц, ел. Или 154. Ну, неважно. Еще есть. Так. Здесь пройдено все. Давай посмотрим главу седьмую. Оу. А глава седьмая у нас... Короче, в изобилии уровней. Так. Она в изобилии уровней. И что же мы... Погоди-ка. Секунду. Это у нас сложный, да? Этап получается. А давай посмотрим на нормале. А на нормале у нас все пройдено. Кроме... Кроме вот этого этапа. И последнего. Хорошо. Давай начнем вот с этого. Начнем вот с этого. 65-67 уровней. В принципе, для нас это как щекотки. Я надеюсь. Давайте, ребяточки, разрулим здесь, как говорится, ситуацию. Поставим все точки над И. Нефиг, как говорится, этот уровень держать непройденным. Ну-ка. С удара его. Чилищ. Готовченко. Ну, хорош. Что-то же обуяние-то. Баклажаны. Вот так вот. Так. И этого паршивца. Дай просто ногой его. Вот так вот. Блин, не получилось. А вот так. Шикарно. Так, вторая волна. Кто там у нас? Опять голодранца. А, с ними уже Бивов, да? В коллекции стоит. Ну, мы, пожалуй, с него и начнем. Так. Неплохо. Пробивной. Все, он валяется у нас там в пыли. Блин, хотел сказать, минус бот. Ну, нифига не минус. Вот теперь минус. Так, давай, кромсать, кромсать, кромсать их всех. Не надо стрелять здесь, поганцы. Не надо бомбочки свои тут бросать. Они тебе все равно не помогут. Ты только усугубляешь ситуацию. Ну, что, добиваем. Какое добиваем? Не добили еще пока. Теперь минус. И последний удар. Отлично. Так, последняя волна, ребята, третья. И тут у нас Рокстеди, да? Ну, что же. Начинается все дело у нас с обычной, до боли знакомой нам, вертушки. Все. Теперь попробуем вот так вот. Блин, зря. Не надо было так делать. Но, тем не менее, все равно мы с вами победили. Выиграли эту катку. Причем довольно хорошо. На три звезды. То есть, можно фармить. Только зачем, не знаю. Ух. И 110 мотогена мы с вами получили. И я вот думаю, блин, пробовать на этого. 70. 76, ребята, уровень. Блин, тут вообще жестко. Слушайте, я не знаю. Но я попробую. Самый последний босс, это, конечно, ну, вы помните, да? Это гигантский суперкрэнк. Который там будет нам задавать жару своими суперударами. Так, ладно. Я надеюсь, у нас тут все пройдет замечательно. Не хочу использовать пока суперудары. Может быть, это и зря. Потому что на последнем... Ты посмотри, даже урон Лео получает. И причем довольно неплохой урон. Ага. Не пробить этого гада, да? Какой жирный. Слушайте, давайте вот так вот сделаем. Чтобы хоть как-то их разбирать. Поехали. Ага. Даже под усилением, ребята, мы... Нифига вы хернулись там, а? Ребятули, вы не припухлили? Ну-ка. Падать будешь? Упал. Отлично. Так, стрелозад. Он сделал провокацию на себя. Блин. Я вот думаю, что лучше... Давай мы, наверное, возьмем контр. Контратаку. Конечно, можно было бы взять и защиту. Это было бы, наверное, даже получше. Но я боюсь, что нам на последнего босса на кренге пригодится оно больше, чем сейчас. Так. Минус. Я как вспомню сейчас там этот кренг. У него какой-то там есть удар, который просто-напросто... По-моему, сразу же с удара может убить... Нашего бойца. Так, мы только лишь на вторую волну с вами перебрались. И здесь, опять же, эти дроны. Опять же, дроны, да? Минус удара. Это круто. Почти, но не то. А вот сейчас. Замечательно. Так. Я вот сижу и думаю, блин, замедлялку можно врубить. Блин. Врубить замедлялку. Потом там босс... Нет. Не хочу. Не буду я пока делать. Еще терпимо, ребят. Еще пока терпимо. Минус. Так, стреляет? Стреляет. Теперь нужно, ребят, наверное, нам испробовать... Точнее, не испробовать, а подключать хил. Хилку. Блин, я успею ее включить-то. А-а-а. Так. Не понял, блин. Я хотел отхилиться. Ага, вот, отхиливаемся. И хотелось бы мне еще врубить... Ладно, не будем врубать. Защиту хотел дополнительно включить, ребят. Фух. Ну что ж, давайте посмотрим, как, блин, этот босс Крэнк, Супер Крэнк будет себя вести. По-моему, зэк у нас тут слабое звено. Если не ошибаюсь, он будет его сейчас в первую очередь бомбить. Псих-то этот выявился, да? Никакой провокации на Рахзара. Никакой, ребят, провокации. Что он сейчас? Сейчас будет бить, да, своими этими клещнями. Вжух! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Блин! Он мощно ударил, ребята, очень мощно. Сейчас что-то будет. Я, конечно, поставлю провокацию на Рафаэля. Черт, что же делать? Пробивной, будем пробивной делать. Ой! Ой, как слабота! Что он сейчас делает? Не падай, пожалуйста. Слушай, что-то мне подсказывает, что мы его не сможем забомбить, ребята. Да. Да-да-да-да-да-да. Вот этого я и боялся. Этого я и боялся. Блин, ну почему же так, а, все происходит? Почему такая несправедная... Ну, вот как в тот раз прям, ребят. Один в один проход у нас получился. Рафаэля взял в провокацию. Ну, если бы я не взял бы провокацию на Рафика, я боюсь, мы погибли. Единственное, что можно было бы, знаете, как сделать? Если бы мы с вами сохраняем хил и отхиливаемся уже на этом боссе. Вот такая вот вероятность. Но под большим же опять вопросом. Ну что ж, дорогие друзья. Наверное, будем мы с вами закругляться. Хотя у нас еще очень много сыра. Сыр мы можем с вами, естественно, потратить вот здесь. Как говорится, по нашему вкусу, по нашему желанию. Давайте вот поищем с вами Бибопа, например. Достаются нам два осколка золотых. Здесь нам достаются... О, две ДНК на Бибопа. И можно попробовать все. Мы уже ничего здесь не попробуем. Остается лишь только зайти в горячий... Подожди, что это такое задание? А, достижение у нас. О, ребята, мы с вами получаем 2100 опыта, да? И плюс две ДНК на Шредера. Слушайте, это очень хорошо. Это очень хорошо. Так, и мы заходим с вами в список. Так, ДНК вот это мы, естественно, с вами будем обменивать. И что же, что же, что же нам еще-то с вами найти? Мы можем поискать... Вот, мутагеноида, например. Давайте попробуем его поискать. У нас просто есть много пиццы, и нам нужно ее потратить. Как вы понимаете, по сюжетке нам пока не продвинутся, да? На лиге нам тоже не продвинутся, потому что у нас все идет... Идет везде откат полнейший. И вот только что мы можем это... Потратить всю пиццу с вами. О, ДНК выпало. Давай здесь посмотрим. А здесь не дали нам почему-то. Ну, что вы так жметесь-то на эти... На ДНК-то, на персонажей? Я не понимаю, в чем проблема-то? Раньше сыпалось просто с кучкой. А сейчас вообще не дождешься. Ну, смотрите, сколько нам нужно на Бивопа ДНК. 50 штук. На Микеланджело, на ролевого, тоже почти 50. Ну, 40. 43 штуки. Ну, это много-много еще. Так. Мы можем, кстати, поискать с вами ДНК. Вот, на Крысиного Короля. Хотя я не особо. За него люблю играть. Мне он как бы не нравится даже, если честно. Но, вы знаете, сейчас не нравится, а завтра понравится. Можно так это сказать. Каждый герой здесь в чем-то хорош, в чем-то плох. Абсолютно каждый, ребят. У какого-то есть свои преимущества, у кого-то сразу же есть и недостатки. Так что судить однозначно я не имею права. Все. Кончилась у нас, ребята, пицца. И сколько у нас? 18 тысяч, да? По-моему, не хватит у нас для того, чтобы я... Не хватает, к сожалению. Но я зато могу... Могу, наверное, Рафика. Вот Рафаэля могу. Давайте его вот так вот поднимем по левлу. Отлично. Я хотел, честно говоря, чтобы Леонардо был у нас в 80 уровне. Это было бы круто. Что у нас тут? Ага, ДНК у Стокмана. Отлично. Ух ты. Паук тоже ДНК. Ой, ребят, мы так, кстати, скоро с вами заживем. У нас будут дубли, да, героев. И мы эти дубли просто-напросто обмениваем на сюрики. А сюрики это, естественно, ребят, валюта местная, магазинная. Давайте-ка мы посмотрим, что мы можем. Мы можем с вами вот, например, купить 5 карточек Ивана. Давайте я возьму, пожалуй, и морозильную кошку. Так, посмотрим, сколько у нас этих 40, 40 билетов этих. Ладно, короче, ребята, ничего пока интересного и хорошего нету. Будем ждать с вами следующей серии и играть. Ну, а на этом все. Все пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. Субтитры сделал DimaTorzok